Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Сергей Шелтуков. Сергей Сильвестрович, добрый вечер. Здравствуйте. Сергей Сильвестрович, в нашей республике вопросам развития физической культуры и спорта уделяется очень пристальное внимание. Это одно из приоритетных направлений работы правительства. И, судя по оценке Минспорта России, весьма высокой оценки, дела у нас, в общем, должны обстоять хорошо или даже лучше, чем было. Вот как сейчас складывается ситуация в отрасли вашей? По итогам прошедшего года, в первом квартале следующего года, подводятся итоги работы субъектов Российской Федерации по нашей отрасли. И результаты всероссийского осмотра конкурса показали, что мы находимся на хорошем уровне. Среди всех субъектов Российской Федерации мы заняли 15 место, а среди населения до 2 миллионов мы стали пятыми. Это не простые цифры, потому что смотр конкурса проводится по 6 направлениям. Это около 40 показателей работы в отрасли. Поэтому здесь видны все показатели работы. То есть такой срез. Да, да, срез до всей нашей работы. И главный показатель – это доля занимающихся наших населения. Это 40,7%. Это один из лучших показателей в Российской Федерации. Это я озвучил недавно, прошел правительственный час, министр спорта России Павла Колобкова. В Совете Федерации он как раз отметил нашу республику в числе лидеров по этому показателю. Среди детей и подростков у нас, если иметь в виду спортивные школы, государственные и муниципальные, их у нас 50 в этом году, там в пределах 26%. Но есть очень много спортивных клубов, которые развиваются самостоятельно, но они не выпускаются из нашего вида. И все вот эти показатели, но в пределах 40%, я думаю, да, это будет. Как обстоят дела с внедрением норм ГТО? Это один из основных задач развития физикультуры и спорта. В первые годы мы работу вели в школах общеобразовательных, потом подключили студенчество. Вот с 2017 года это уже комплекс у нас внедряется среди всего населения. То есть уже предметно со взрослыми будете работать? Да, предметно уже работаем со взрослыми. И для этих целей, это непростая работа, согласитесь, во всех районах у нас созданы специальные центры тестирования, которые осуществляют эту работу. Более 200 человек специалистов мы обучили. Тоже благодаря и федеральному центру у нас вот эта программа обучения тренеров и специалистов, принимающих нормативы ГТО. Она успешно. В 2016 году у нас проведена эта работа. Есть уже и результаты. В принципе, программу, критерии, которые были установлены по итогам 2016 года, мы их как раз выполнили. 30% из всех сдавших, из того количества сдавших нормативы ГТО, они у нас выполнили. Это хороший показатель. Более 100 тысяч жителей республики, они уже записались, они вошли в программу. Сейчас начинается лето. Правда, мы до этого, когда с вами обсуждали, вы сказали, что летний сезон ничем не отличается по накалу спортивных страстей от, допустим, того же самого зимнего. Но, тем не менее, вот какие спортивные соревнования запланированы на этот период? В календарный, единый календарный план мероприятий российский у нас, в нашей республике представлено где-то 60 мероприятий, которые мы готовы провести. Вот на сегодняшнее время где-то мы провели около 40, и в ближайшее время идет подготовка к тем остальным мероприятиям. Самые основные спортивные мероприятия, они, конечно же, впереди. Первое – это «Шелковый путь», международная автомобильная гонка. Это более 35 стран-участников этой гонки. Старт будет дан 7 июля на Красной площади в Москве. И как раз первый этап «Шелкового пути» – это Россия, Казахстан, Китай – пройдет первый этап как раз. То есть наша остановка первая, да? Да, наша остановка первая. Мы захватываем финал, финиш первого этапа, скоростного этапа в Ядринском районе. И после этого весь автотранспорт, а их более 300, это 1500 участников, будут обслуживать, где-то 300 спортсменов. И они все приедут в Чебоксары. Также будет подготовка ко второму этапу. Один день они проведут здесь, в Чебоксарах. Будет создан специальный палаточный лагерь для всего автотранспорта и авиационного транспорта. Это, конечно же, очень большое событие. Зрители как смогут увидеть это все? Может быть, пообщаться со спортсменами? Зрители могут увидеть финиш первого этапа в Ядринском районе. А специальная программа заезда в город и презентация «Шелкового пути», возможность сфотографироваться с машинами и увидеть эти прекрасные спортивные машины можно будет 8 июля на Красной площади. В Чебоксарах. В Чебоксарах. Мы думаем, праздник состоится. Ну и далее у нас официальные спортивные соревнования. Это отбор на чемпионат мира по тяжелой атлетике. Город Чебоксар и Чувашская республика принимают впервые. В Чемпионат России по тяжелой атлетике приедут все сильнейшие штангисты страны. Это будет с 1 по 7 августа проходить. И, конечно же, в сентябре месяц еще одно большое событие для всей России. Это Всероссийская спортикиада трудящихся. Это более тысячи участников. Также будет задействовано большое количество спортивных объектов наших, которые у нас есть и способны принять всех участников. Ну и в конце года решением объединенного мира спортивной борьбы принято решение о проведении Кубка мира. Это командные соревнования среди 8 сильнейших женских команд мира. Это опыт проведения по вольной борьбе, по женской борьбе. Опыт проведения у нас есть. В принципе... Это вообще одно из любимых событий в спортивном календаре. Да, и вот завершим мы год вот таким грандиозным событием мирового уровня. Приближается День республики, и традиционно к этому празднику приурочены очень такие яркие, очень зрелищные спортивные события. Вот в этом году что ждет на праздник? Традиционно мы будем проводить фестиваль, республиканский фестиваль «Спортивная семья» для всех семей. Запланировано проведение 17 июня в селе Комсомольское. Ежегодно с удовольствием семьи участвуют на этих соревнованиях. Это действительно общение и радость. Также у нас в День республики запланированы международные... Международный персональный турнир по боевым искусствам в городе Новочебоксарске. И также один из центров празднования Дня республики у нас село Порецкое. И здесь мы тоже организуем битву чемпионов. Пять спортивных федераций по единоборствам будут показывать и мастер-классы, и предусмотрены также бои на звание сильнейшего. И поэтому, думаю, будет очень интересно. И всем жителям не только в городе Чебоксаре и в районах можно будет это все посмотреть. Сергей Сильвестрович, к проведению соревнований различного уровня, особенно когда это международный, предъявляются очень большие требования, в частности, к спортивной инфраструктуре. Собственно, мы неоднократно получали хорошие отзывы. Как сейчас обстоят дела? Будет ли она расширяться в дальнейшем? Появятся ли какие-то новые объекты на нашей спортивной карте? Ну, хочу, наверное, вернуться к первому вопросу. Среди, вот по оснащенности материально-технической базы, республика, она вошла в число восьми субъектов Российской Федерации, у которых очень хорошие показатели в этом отношении. У нас есть, мы располагаем сегодня соответствующей спортивной инфраструктурой, мы можем проводить мероприятия любого ранга, и то, что мы, наше участие в федеральной целевой программе за эти годы, для 2006 года, она, конечно, дала свои плоды. Мы построены везде, во всех районах, и физкультурно-спортивные комплексы, потянулся город Чебоксары, вы, наверное, знаете, и центр монтенбайка, и в прошлом году открыли, и физкультурно-спортивный комплекс для бокса. Ну, они предназначены для всего населения, которое есть и плавательные бассейны, и спортивные площадки. Но проведение соревнований, это действительно не только вот мы имеем базу, и давайте здесь проведем. Нет, это прежде всего, это наличие специалистов, это наличие судейских кадров. Буквально вот перед чемпионатом России по спортивной ходьбе у нас легкоатлеты прошли обучение, провели аттестацию судейских кадров. И это мы стараемся делать во всех видах спорта, чтобы у нас были действительно квалифицированные кадры, способные проводить любое мероприятие. Прежде всего, конечно, спортивных объектов, это и системы безопасности во время проведения. Это вот с учетом всего этого мы делаем заявки, направляем заявки Минспорт, Всероссийские федерации по спорту и находим понимание. И они готовы и доверяют. Ну, скажу, что это, конечно же, очень ответственное мероприятие. Ответственность лежит на всех организаторов. Вот в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года мы же все-таки считаемся тренировочной базой, являемся тренировочной базой. Как мы готовимся? Да, у нас в городе Чебоксары два стадиона, они включены в перечень тренировочных площадок к чемпионату мира по футболу. Стадион «Спартак» и стадион «Олимпийский». Работы они ведутся. На стадионе «Спартак» мы уже работу проводим с прошлого года. Все идет по графику. Работ отставаний каких-то нет. Я понимаю, что возникают там вопросы больше и по безопасности, и по самому газону. Главное же для футболиста – это трава. И эти вопросы… Ну, как у нас там трава будет? Трава будет по всем требованиям, которые расписаны. Живая? Трава – это только натуральный газон. Поэтому работы на сегодняшний день ведутся. И думаю, мы должны успеть. У нас другого выбора нет, потому что в конце года комиссия уже будет принимать наши стадионы, а страны-участники, они для себя определяют место для тренировок. Сергей Сильвестрович, ну вот к вопросу об эффективности работы спортивных сооружений. Я не могу сказать, что часто, но время от времени поднимаются вопросы о том, что они работают не на полную мощность. То есть вроде бы построить – построили, а желающих заниматься – нет. Вот как сейчас обстоят дела, тем более, что началось лето, очень много у ребят появилось, у подростков свободного времени. То есть есть ли какие-то дополнительные программы по вовлечению их в занятия спортом? Может быть, какие-то специальные проекты? Вот что? Спортивные программы, они у нас рассчитаны на целый год, и лето не останавливает наш тренировочный процесс. Даже если мы направляем тренеров, специалистов в отпуск, у нас взаимозаменяемость, она предусмотрена. И в этом случае у нас все спортивные школы, они работают в штатном режиме, и тренировочные мероприятия проходят. Также взаимодействия налажены и с пришкольными лагерями, которые могут приводить своих воспитанников туда. В физкультурно-спортивных комплексах, а у нас в республике все спортивные комплексы, они переданы в ведение спортивных школ. Также каждый год, мы ежегодно проводим обучение, плавание. Это тоже важное направление. Поэтому работа, она в летнее время не останавливается. Все специалисты, все дети, они на месте. К примеру, очень много детей приезжают на каникулы. К бабушкам, дедушкам, родственникам. Вот они могут каким-то образом подключиться? Они могут. Не влиться, допустим, в работу какой-то секции, которая занимается в течение всего года, а именно на лето. Это невозможно. На лето, конечно же, допуск для всех есть. Можно приходить и в бассейн, можно приходить и на футбольные поля, в футбол побегать, поиграть. В принципе, запрета нет. Мы всех ждем на наших спортивных комплексах. То есть работа каких-то спортивных инструкторов предусмотрена? Особенно эта работа хорошо налажена. Мы всем и рекомендуем, и в муниципалитетах налажена. Она в городе Чебоксары, где около, ну, более 20 педагогов, организаторов по месту жительства, которые проводят эту работу. Они как раз и работают во дворах. Они не в спорткомплексах сидят. Они выходят к детям во дворах и организуют подобные работы. Ну, может быть, шашки, настольный теннис. Но эта работа здесь, вот в столице республики, она хорошо поставлена. А в районах? Вот при ФОКах есть такие? В районах есть инструкторы. Есть инструкторы, да. Мы понимаем, что законодательно мы не можем их включать в наши группы занимающихся, потому что это ответственность. Это по заявлению родителей. Прием в спортивную школу есть свои требования. Поэтому, а здесь мы видим работу только с инструкторами по спорту, по плаванию. Мне кажется, сложности здесь не существует. Что бы Вы могли сказать нашим зрителям, которые живут в других регионах и, допустим, планируют свой летний отдых и увлекаются спортом? Почему они должны приезжать в Чувашию? У нас прекрасная погода. У нас есть Волга. И, конечно же, я обозначил наши спортивные мероприятия на лето. Их можно просто приехать, посмотреть, стать участником этих мероприятий. Наверное, Вы помните и по командам чемпионата Европы, по спартакиаде инвалидов, которые мы проводили, у нас было очень много волонтеров, которые приезжали из других городов. Это своеобразно. Действительно, ты приехал на работу, но готов. И есть возможность увидеть город, полюбоваться природой республики. Поэтому волонтерская программа у нас не останавливается. Мы приглашаем на все соревнования без волонтеров. Мы сейчас не видим даже, как это можно проводить. Им большое спасибо и большое благодарное. Как раньше обходились, не могу сказать. Действительно, большое дело. Давайте, может быть, на прощание уже похвастаемся своими достижениями. Прошедшего спортивного сезона все-таки спортивную славу региона приносят в первую очередь спортивные звезды. Да. Прежде всего, хочу отметить, конечно же, развитие зимних видов спорта. Эта зима, вот этот зимний спортивный сезон, он подарил нам очень много волнующих моментов, прекрасных побед. Мы прекрасно помним победы Татьяны Акимовой. Наверное, лучшая реклама республики – это Татьяна Акимова, наша биатлонистка. Очень успешно у нас выступили в этом году и лыжнице. У нас появилась победительница Европейского юношеского фестиваля. Это очень большое достижение. У нас появились спортсмены, представляющие Российскую Федерацию на международных соревнованиях, на этапах Кубка мира, чемпионата мира, по фристайлу. И, конечно же, не хочу забыть конькобежцев, которые также впервые завоевали медали на первенстве России, вошли в состав сборной команды России. Это, прежде всего, итоги зимнего сезона. Невозможно отделить. Вы хорошо выступили, вы плохо. Все виды спорта, которые у нас культивируются, они действительно показали свою состоятельность. Ну, а по другим видам спорта, конечно же, самые большие достижения это чемпионство по тяжелой атлетике Натальи Хлёсткиной, которая второй год подряд побеждает на европейском помосте, нас радует. Потом, давно у нас не было на европейских соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин. Мужчины порадовали. Дориан Круглиев стал чемпионом Европы. А те победы в других видах спорта, их очень много. Мы постоянно встречи проводили с журналистами. Они, конечно же, радуют, но я не скажу, что они становятся обыденными, но те спортсмены, которые уже не раз выходили на европейскую арену, на мировую арену. Это гиревики, каратисты, пауэрлифтинг. Они продолжают нас радовать и приносить медали в республику и за Россию. Связь между инвестициями, как материального характера, так и морального, и результатами совершенно очевидна. Да, конечно же. Спасибо. Спасибо большое за такой очень обстоятельный, интересный разговор. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был министр физической культуры и спорта Чувашской республики Сергей Шелтуков. Спасибо за внимание, всего доброго и до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин